17 марта в Актовом зале Кашхабльской центральной районной больницы состоялось совещание по подведению итогов работы за 2015 год. В его работе приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, первый заместитель главы района Руслан Емуков, ведущий специалист Минздрава Республики Адыгея, куратор Кашхабльского района Саня Аткушхова. По традиции вела совещание и открыла его с отчетным докладом о проделанной работе главный врач центральной районной больницы Зарима Пшизова. Она отметила в своем докладе, что основная деятельность коллектива, несмотря на определенные трудности, была направлена на решение задач определенных государственной программой Республики Адыгея о развитии здравоохранения в 2014-2020 годы. В прошлом году проведена определенная работа по медицинской профилактике и повышению мотивации населения к формированию здорового образа жизни. В кабинетом медицинской профилактики проведено большое количество бесед, лекций, уроков здоровья, выпущено 47 санг-бюллетеней, посвященных вопросам профилактики различных запалеваний, пропаганде здорового образа жизни. Отчетный год стал третьим годом проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. Число граждан района, подлежащих диспансеризации, в 2015 году составило 3218 человек. В заключении своего доклада Зарима Пшизова подробно остановилась на вопросах финансирования. В 2015 году с целью улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению района 11 специалистов прошли профессиональную переподготовку на цикл профессионального образования, что позволило расширить спектр медицинских услуг. А также на сертификационные курсы были направлены 18 врачей и 34 средних медицинских работника. В целях устранения дефицита кадров и в рамках реализации федеральной программы «Земский доктор» были устроены в 2015 году в нашей учреждении два молодых специалиста. В 2015 году Министерство здравоохранения Республики Адыгея провело большую работу по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. В рамках республиканской целевой программы пожарной безопасности учреждений здравоохранения Республики Адыгея в отчетном году нами было получено 271 тысяча рублей на монтаж системы пожарной сигнализации во врачебных амбулаториях и ФАПах. В рамках подпрограммы «Полученная устойчивость тяжелых домов, основных объектов и систем жизненного обеспечения» из республиканского бюджета было выделено 10-22 тысячи для обследования технического состояния строительных конструкций и зданий учебного корпуса. По федеральной программе «Социальное развитие села» в 2015 году сдало в эксплуатацию здание ФАП «Шелковниково». В целях выполнения государственных обязательств по обеспечению прав граждан на качественную и доступную медицинскую, в том числе лекарственную помощь, было получено из средств республиканского бюджета для обеспечения льготной категории граждан по определенным заболеваниям 200 тысяч рублей. В качестве социальной поддержки отдельных категорий граждан медикаменты для детей до 3 и до 6 лет 130 тысяч рублей. Для дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, выдано 2138 рецептов на сумму 2772,7 тысяч рублей. Средняя стоимость льготного рецепта в очередном году составила 1296,9 тысяч рублей. По федеральной программе для больных по семейным залогам обеспечены 124 рецепта на сумму 3532,3 тысяч рублей. Средняя стоимость одного рецепта 28486 рублей. По республиканской целевой программе диабет лекарственных препаратов на сумму 1604,4 тысяч рублей. Обслужено 2289 рецептов. Далее слово предоставили первому заместителю главы района Руслану Ямыкову, который отметил, что на медицинских работников нашего района возложена большая и ответственная задача. Вся наша работа построена на взаимопонимании, на взаимодействии именно для того, чтобы в жизни нашего района, в жизни жителей нашего района было как можно меньше проблем и как можно больше помощи от нас и от вас. Я хочу пожелать, пообещать, заверить вас, что каждое начинание, каждая мысль главного врача, каждого работника здравоохранения всегда найдет понимание главы района, я говорю сейчас от его имени, всегда получит поддержку, если оно направлено на благополучие жителей нашего района. Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за ваш труд, пожелать всего самого наилучшего. Независимо от наших экономических условий, пожелать вам терпения, доброты, человечности и со своей стороны, и со стороны администрации, и со стороны главы района всяческую поддержку и понимание. Субтитры создавал DimaTorzok